В централизованной библиотеке имени Фазуалиевой города Каспийска состоялось очередное заседание Клуба молодого патриота Отечества имени Героя России Магомеда Нурбагандова. Темой встречи послужило поколение победителей, приуроченное к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В рамках нашего мероприятия мы постарались охватить несколько поколений. Это у нас, конечно же, наш самый почетный гость, это ветеран Великой Отечественной войны, наш Муса Мусаевич. Это у нас военнослужащие Каспийской флотилии и солдаты срочной службы, участники нашего парада из города Буйнакска. Кроме того, в мероприятие также приняли участие начальник аппарата АТК города Каспийска Муртазали Муртазалиев, заместитель председателя Комитета народного собрания Республики Дагестан, координатор федерального проекта в Республике Дагестан «Женское движение Единой России» Елена Ельникова, замкомандира дивизиона ракетных кораблей Каспийской флотилии, капитан 2-го ранга Руслан Ахмедов, семьи погибших военнослужащих и мобилизованных, а также многие другие. Большое внимание гости также уделяли и героям настоящего времени, которые сейчас с гордостью защищают нашу родину на территории СВО. А мы шли за родину, за Сталина, а вот сейчас у меня мое пожелание, чтобы бойцы России шли на войну за родину России и главнокомандующий вооружёнными силами Российской федерации Владимира Владимировичу Путину. Украсили мероприятия воспитанники образовательных учреждений города, которые подготовили концертную программу для всех присутствующих. Дети продемонстрировали яркие и запоминающиеся номера, а также исполнили патриотические песни и стихи. По словам заместителя председателя Комитета народного собрания Республики Дагестан, координатора федерального проекта в Республике Дагестан «Женское движение Единой России» Елены Ельниковой, основная задача мероприятия – это донести до подростающего поколения, за что борются наши солдаты. У нас такая почётная миссия. Дети нашей столицы, нашего Дагестана, просили передать нашим военнослужащим на фронт письма, рисунки и медали Героев России, которые они своими руками сделали с педагогами. И вот сегодня мы просим представителей Каспийской флотилии, чтобы они этот тёплый, очень душевный и сердечный груз, эти детские медали Героев России, передали нашим бойцам на передовую. Завершилось мероприятие общим фото и презентацией видеоролика о наших героях всех времён.